Здравствуйте! В эфире информационная программа «Республика» в студии Ольга Алексеева. О главных новостях в Чувашии прямо сейчас. В Чувашии сегодня открылся год памяти строителей сурского и казанского оборонительных рубежей. Ровно 79 лет в республике, как и в соседних областях, началась мобилизация гражданского населения на трудовой фронт. Сегодня мы вспоминаем женщин, стариков и подростков, которые практически голыми руками построили сотни километров противотанков рвов, тысячи дотов и дзотов. Их подвиг достоин остаться в веках, как и ратный подвиг всего советского народа. Таким красным знаменем осенью 1941-го, зимой 1942-го награждали бригады колхозников, отличившихся на строительстве оборонительных рубежей. Сегодня, спустя почти 80 лет, мы понимаем, героем был каждый, кто мог держать в руках лопату или лом. С помощью этих инструментов за три месяца они вынули 5 миллионов кубометров земли. А если это представить в виде колонны автотранспорта, куда погрузили эту землю, и выстроить их в одну линию, то это дорога от Чувашии до Новосибирска, чтобы представить более масштабно. Первая военная зима в Чувашии выдалась очень холодной. Но участники строительства вспоминают, как обливались потом на 40-градусном морозе, чтобы отвоевать у Сурского берега хотя бы метр земли. Работа очень тяжелая была, земля очень мерзла, иногда ее немножко оттаивали, коктюры зажигали, иначе никак невозможно. На территории Чувашии было шесть военно-полевых формирований для строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей. И если на фронт ушли около 200 тысяч наших земляков, то во всенародной стройке приняли участие 170 тысяч человек, из которых 80% – девушки и женщины. Сегодня им уже 95 лет, но живы дети, внуки, правнуки, которые готовы хранить память об их подвиге. Экспедиции по местам трудовых сражений, встречи с участниками, открытые уроки, тематические дни проходят в школах республики постоянно. Интересно было узнать, что люди Чувашской республики в военное время трудились не только на заводах и предприятиях, но и на строительстве оборонительных сооружений. Строительство проходило в тяжелейших условиях. В столице Чувашии уже заложен камень в основании будущего памятника строителям безмолвных рубежей. Мемориальные комплексы появятся и в других районах республики, в частности на границе с Татарстаном, в знак того, что строительство оборонительных линий велось повсеместно, и что все Поволжье и Прессурье в годы Великой Отечественной войны были действительно крепким и надежным тылом. С 28 октября все жители России, находясь в общественных местах, в магазинах, транспорте, на парковках, в лифтах, обязаны носить маски. Постановление о дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом подписал главный государственный санитарный врач страны. В рамках документа рекомендовано с 23.00 до 6.00 утра запретить зрелищно-развлекательные мероприятия и оказание услуг общественного питания. Это решение останется за властями региона. В этом году бюджет республики пришлось несколько раз перекраивать. Из-за пандемии коронавируса уменьшались налоговые и иные доходы. Приходилось изыскивать средства на борьбу с COVID-19. Сегодня на расширенном заседании Кабинет министров подвел итоги экономического и социального развития за 9 месяцев и озвучил задачи до конца года. Индекс промышленного производства по итогам 9 месяцев составил 90,5%. Несмотря на то, что многие предприятия в апреле-майе приостановили свою деятельность или работали в режиме ограничительных мер, показатели остались практически на уровне прошлого года. В плюсе те, кто смог быстро сориентироваться и наладить производство товаров, необходимых в период пандемии. Основной рост индекса промышленного производства в организации был связан с ростом по таким отраслям, как производство резиновых пластмассовых изделий рост 25%, производство электронных и оптических изделий рост почти 20%, производство машин и оборудования рост практически 15%. По итогам года прогнозируется снижение ввода жилья. Из-за введения скроу-счетов и проектного финансирования с рынка ушли четверть строительных предприятий. Остались только крупные компании, и они должны занять освободившуюся нишу. Но, по словам министра, строительный бизнес инертен, поэтому потребуется несколько лет. В связи с введением льготной ипотеки наблюдается ажиотажный спрос на жилье. Свободных квартир у застройщиков практически не осталось. По этой же причине не смогли обеспечить жильем детей-сирот. Из 329 квартир, запланированных на этот год, для них приобрели только 122. В ближайшее время планируют изменить условия, чтобы муниципалитеты смогли покупать жилье по искроу-счетам. Дорожный фонд в этом году вырос на 500 миллионов рублей и составил 5 миллиардов 800 миллионов. На 1 октября освоение 50%. Большинство объектов должны сдать в ближайшее время, поэтому тут цифры вскоре изменятся. Муниципалитеты не смогли освоить все средства, выделенные на создание комфортных городских условий и ремонт дворовых территорий. Многие строители, они были готовы к такому объему, это раз и с собой, они готовы быть к производителям новых архитектурных форм. Именно для этого в текущем году сумма была обозначена изначально, именно введена и распределена именно по 230, и чтобы каждый муниципалитет принимал свои задачи на 21 год. Сельское хозяйство в этом году бьет рекорд за рекордом. Реализовано 48 инвестиционных проектов на 7 миллиардов 600 миллионов рублей. Создано 508 дополнительных рабочих мест. Надои молока составили 6,5 тысяч литров с каждой коровы. Это выше средних показателей по России. Аграриями закуплено 700 единиц техники. Это больше, чем за последние три года. В этом году сокона была отмечена зерновых больше на 30%, чем в прошлом году. И получена рекордная инвестиционная. А пока урожай зерновых 33% на 8 миллиардов. Овощей сокона на 10% больше. Это, чем в прошлом году, это лучше, чем в последние 19 лет. Урожайность 336 лет на обстановке, это исторический максимум. Заработная плата пока ниже, чем по экономике. Но и тут есть значительный рост. Из бюджета на развитие АПК выделено на 14% больше, чем в прошлом году. Ввели новые виды помощи. Например, выплаты личным подсобным хозяйством в сезон большого молока. И это, по словам министра, сдержало темпы снижения поголовью крупного рогатого скота. Олег Николаев отметил, что каждый показатель это еще и задел на последующие годы. Гарантии или препятствия в получении дополнительных денежных средств. На сегодняшний день более, скажем так, быстро принимаются решения в части перераспределения средств, то есть на федеральном уровне, пользу тех регионов, которые более эффективно реализовывают задачи создания комфортных условий для населения. Ну и в рамках федеральных программ, национальных проектов, в случае готовности регионов, выделяется дополнительное средство. В целом, сейчас в экономике наблюдается положительная динамика. Задача на последующие два месяца не только поддержать ее, но и, используя имеющиеся ресурсы, внутренние резервы, максимально поправить положение на проблемных участках. Надежда Яковлева, Игорь Зверев, Республика. Цифровой след. В школах Республики устанавливаются уникальные профориентационные терминалы. С их помощью учащиеся могут получать информацию о направлениях вузовской подготовки. В терминале содержится информация о факультетах Чувашского государственного университета имени Ульянова, математические игры и квесты. В наглядной доступной форме школьники знакомятся с принципами цифровой энергетики. Идея использования цифровой технологии для профориентации родилась у студентов. Мы поставили такой вопрос, сможем ли мы запрограммировать промышленный контроллер с целью профориентации на территорию школы. Вот, у нас получилось, как видите. У нас один образец уже висит в Мачебоксарской школе. Сейчас продолжаем, снабжаем контроллерами другие школы. Сейчас терминал установлен в лицее номер два. С ним у госуниверситета уже налажен тесный контакт. Ребята, которые поступают к нам из лицей номер два, они показывают высокие академические результаты, радуют нас своей успеваемостью и, что очень важно, активностью в научной и других сферах. До конца года планируется оснастить сенсорными панелями еще восемь школ. В ближайшее время терминалы станут крупнее и приобретут больше функций. Ольга Семенова, Николай Скворцов, Республика. 29 октября комсомолу Чувашии исполнится 100 лет. Накануне праздника в Доме правительства Чувашии прошла встреча бывшего комсомольского актива Республики. Это наша с тобой биография. История комсомола. Часть истории Республики. Комсомол Чувашии прошел большой путь от первых ячеек времен Гражданской войны до многотысячной армии в ЛКСМ. Это и многое другое вспомнили участники встречи. Наследие комсомола, студенческие стройотряды, ученические и молодежные производственные коллективы ГТО и КВН. Все эти традиции сохранились и в современной молодежной жизни. В этом им активно содействует областная организация ветеранов комсомола. Это главные новости к этому часу. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok